И смотрите, дальше начинается, давайте посмотрим, какие же проблемы возникают у взрослых детей алкоголиков. Вот выросли, тут не просто взрослые дети, а именно взрослые дети алкоголиков. То есть взрослые дети вот таких вот зависимых и сузависимых семьях. В зависимых семьях. Понимаете, это люди, которые живут в постоянном страхе. Это и Аннушка, и все. Все, все четверо. Они в постоянном страхе быть разоблаченными. Они боятся быть собой. Они не умеют быть собой. Они живут в постоянном страхе конфликта. Они не знают, что делать. То есть любой конфликт в семье не решает. Шут разрешает конфликт как, Лилечка, как привыкла решать? Шуткой. Но шутка не всегда срабатывает. Шутка же не решает конфликты. Гена привык к конфликту как разрешать? Плачем. Уйти. Плач не всегда срабатывает. В слез ты уходишь или в самого себя конфликт остается. Как Аннушка решает конфликты? Ссорой. В лучшем случае кулаками, да? Да. Как решает проблемы Миша? Миша других. Он супергерой. То есть в любом случае этот идет страх, потому что они конфликты решать не умеют эти люди. Смотрите, что идет дальше. Все дети живут в страхе потери контроля. Ведь надо все контролировать. Если контроль у тебя идет из-под рук, что будет дальше произойдет? Потому что все вот эти роли, они все практически, это роли контролирующих детей. Это практически роли созависимых. То есть мы с вами внимательно рассмотрим. Вот все то, что мы говорили про созависимых людей, это дети в этом растут. Смотрите, что идет дальше. Они в страхе потерять себя. Они себя не обрели, но они уже боятся себя потерять. Они в постоянном страхе попасться. Вдруг я что-то сделаю не так. Вот эти люди, знаете, как рассуждают? Вот, например, в группе, представьте, здесь у кого-то, например, в сумочке пропали деньги. И такой человек будет сидеть думать, а вдруг подумают на меня. Вот, казалось бы, совершенно нелогично. Почему именно тебе? Но он будет сидеть, а вдруг подумают на меня. И вот такой человек идет по жизни, и он постоянно боится, что про него подумают. Следующий страх, с которым идет этот человек по жизни. Страх определения границ, что я могу, что я должен, что мне надо сделать. Вот, скажем, вот девочка, вот та же самая Вилечка, та же самая Аннушка, они совершенно не знают границ, ну, скажем, приближения к собственному телу. Если какой-нибудь мужчина, который обратит на них более-менее какое-то внимание, скажет, подойди ко мне поближе, и залезет им под одежду. У них нет определения границ, они не знают хорошо-плохо, они, может, даже где-то слышали, но они вот это не принимают на себя. Что это? Это вот выросшие дети в зависимости-созависимости, в созависимости дети. Следующий страх. Страх радоваться. Слышали такое? Смейся, смейся, скоро плакать будешь. Да. Откуда это идет, это поговорка? Это же глупейшая поговорка. Из зависимых семей. Она оттуда и вышла. Что? Страх перед радостью. Сегодня смеемся, значит, завтра плакать будем. Да что, именно это. Откуда такая логика? Вообще, откуда такая логика? Суеверие. Это страх. Понимаете? Это какой-то идет внутренний страх. А что такое суеверие? Суеверие – это тоже страх. Черная кошка пробежала, боюсь. Что это? Это внутренний страх идет. Действительно, откуда он идет? Откуда он идет? Страх, потому что. Страх обязательств. Такие дети боятся брать на себя обязательства. Они боятся, что они справятся. Лили не поможет ее шуточка. Миша не поможет его геройство, супергеройство. Они же прекрасно понимают, что тут должно быть другое, чтобы выполнять свои обязательства. Они привыкли выполнять какие-то просто свои роли. Миша боятся, что кто-то появится в компании более крутой, более сильной. Более такой проблемой. Конечно. Ну и страх уязвимости, конечно. Вот это у всех общее. А вот теперь давайте посмотрим, как бы по каждой роли, как каждая роль во взрослом, так сказать, состоянии определяется. Вот смотрите, когда вырастает у нас герой. Давайте посмотрим. Как правило... Как правило... Крема становится в жизни. Как вы думаете? Каким? Вот снаружи. Это какой человек снаружи? Внешне. Непробиваемый. Самоуверенный. Какой еще? Ну, он, во-первых, не видел. Бесчувственный. Почему? Он может быть лидером. Это же герой. Так я все могу. Я сейчас возьмусь за это всегда. Он может быть лидером. Эгоист. Да, однозначно эгоист. Вы знаете, да, это человек, как правило, хороший работник. Как правило, очень много работающих. Как правило, люди в тротуарболике. Но внутри у них, знаете, такой комплекс неполноценности. Внутри человек идет по жизни. Вот есть такое даже название комплекса. Комплекс самозванца. Он постоянно боится, что его уличат в том, что он ничего не знает. Ничего не умеет. Ни в чем не сведущий. Вот этот комплекс самозванца постоянно вот этого героя, понимаете, он изнутри съедает. Этого героя. Ну, соответственно, мы же сразу обговорим, как помочь этим людям. Нет, сначала всех обговорить. Да? Ну, давай. Давай сначала обговорим, потом придем, да, как им помочь. Чтобы, знаете, картинку, чтобы вы конкретно эту картинку увидели. Понятно, что нет, может быть, прям конкретно, вот этот играет, этот ролик. Порой роли немножко перепутаны. Но чтобы, по крайней мере, вы как-то узнавали эти роли в людях и в себе, может быть, даже. Давайте посмотрим, вот Аннушка выросла. Аннушка выросла. Вот она выросла. Кем она стала? Каким человеком? Смелый. 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 Всегда говорит наперекор, да, там, мне есть что сказать. Как правило, это люди, сопротивляющиеся с руководством, они не принимают авторитетом. Оппозиция. Это люди четкие, жуткие такие оппозиционеры. Все недовольные, все не так, мы будем по-своему. Причем они могут убедить, что все не так. Мы пойдем другим путем. Мы пойдем другим путем. Такая девочка может бросить школу раньше, потому что замуж надо выйти. Срочно, потому что в мир возникла какая-то ситуация. Неконтролируемые эмоции, неконтролируемая вспыльчивость. Понимаете, вот герой не допустит каких-то вот таких проявлений. Например, скажем, какие-то компании, которые потом могут навлечь какой-то риск. Аннушка бросается в эти компании, и, соответственно, возникают какие-то определенные потом последствия. Зависимости. Самое удивительное, такой козел отпущения очень похож на своих родителей, которых ненавидит. Вот как правило... Даже герой ненавидит. Мы говорим про козла отпущения. Мы сейчас говорим про козла отпущения. Мы сейчас про козла отпущения пошли, да. Потому что герой тоже, в принципе, похож, но он их любит. По крайней мере, маму. Он добивался этого, зарабатывал. Козел отпущения оттягивал на себя эмоции своих родителей. И в результате, понимаете, рано или поздно все равно сработал четкий негатив к родителям здесь. Как правило, идет ненависть здесь. Здесь идет ненависть и к матери, и к отцу. У козла отпущения. Давайте посмотрим. Теперь вот наш Геночка вырос. Кем он становится? Каким человеком? Такой больной, потерянный ребенок. Кем он стал? В том, как он. Бухгалтер. Бухгалтер. Ну, не будем всех бухгалтеров сюда отправлять в роль Геночки. Но это человек, который как раз не может ставить приоритеты. Если он и стал бухгалтером, то же главным бухгалтером точно никогда не станет. Потому что это человек, который, да, он боится всего. Он живет... Таких называют серой такая масса, да? Он живет так. Я никогда ничего не изменю. От меня ничего не зависит. Вы мне скажите, я сделаю. У меня нет выбора. Он может жить в иллюзиях, он может всегда мечтать о том, что когда-нибудь уедет на Гавайи, там у него будет своя вилла, свой магазинчик. А там тренер. Понимаете, и он будет тренером по плаванию, потому что он всю жизнь мечтал плавать, плавать не умеет. Но он живет вот в этих вот иллюзиях. Вот это вот наш Геночка. Он может быть замечательным вот таким вот, знаете, романтиком, романтической натурой. Но внутри там, опять же, что это? Тоже самый комплекс. Боль. Боль, страх. Вот все эти страхи, которые мы перечислили, Гена касаются тоже во всей мире. Теперь... Выросла наша Лилечка. Наша Лилечка выросла. Кем она стала? Каким человеком выросла она? Она выросла активно. Ну, шут. Шут, пересманчик Лилечка. Да, я бы сказал, что она приспособленцем выросла. Она знает по-прежнему кучу анекдотов. Она, может быть, в любой компании... Ищет нужных людей, кругом такая пробивается. Адаптивная, да. Да, да, да. Она какая-то такая... Полтун знает вообще, знаете, у нее язык правил таких людей вообще не останавливается. Коммуникабельность. О, да, она называется коммуникабельность. А уж общаться-то она умеет со всеми. Ну, знаешь, самое... Самое интересное, такие дети, такие люди выросшие. Они вроде бы болтуны, анекдоты, всех веселят, а сами радуются. Не умеют, да. Знаете, что самое интересное, что самое страшное? Они не способны радоваться. Не своими радоваться. Потому что внутри они плачут. Внутри боль. Плачущий не может радоваться. Знаете, какая вещь происходит? И вот, знаете, у этих людей такое безответственное ребячество. Вот мы знаем одного человека. Вот он, знаете, у него родился ребенок. И на все деньги, которые вот у них были с женой, он пошел и купил роз. Жене цветы. И высыпал все эти розы, все эти цветы у нее под окнами роддома. Она когда выглянула, она пришла в ужас. Она поняла, что он эти деньги взял. Но им надо было купить коляску, памперсы, детское питание. И практически, а он как раз в тот момент потерял работу. Но он решил жене сделать подарок. Можно сказать, фу, какая жена не оценила мужа. Но это ребячий вишута. Понимаете? Это не полет души. Так вот эти вещи надо определить. Мы за цветы надо дарить. Но в данном случае это шутовская проделка. Понимаете? То есть, как будто иначе это по-другому не назвать. Это подросток, да, это шутовская проделка. То есть, вот эти вещи четко как бы нужно отличать одно от другое. Давайте посмотрим, кому из них легче всего помочь. Как вы думаете? А ну просто я еще хотела сказать, вот по поводу этих вот. Вот чем они еще все отличаются? Вы знаете, как правило, эти люди больше фокусируются на внешнем. Вот, наверное, то, что мы с вами говорили по созависимости. Вот вы не обращали внимания, что у нас какая-то, знаете, вот я... Вот иностранцы вообще все удивляются. А я недавно это стал обращать внимание. Вот покупают люди себе куртку за тысячу баксов. А сами снимают комнату без удобств. Все услуги вы говорили. Блин, не встречали такие вещи? И когда говоришь, слушайте, ну зачем? Ведь вот за эту тысячу баксов ты можешь снимать нормальную, однокомную квартиру в течение, ну, долгого времени. Но ты купила себе куртку за тысячу баксов, чтобы выглядеть. То есть, я не плевать, что у него в жизни. Простите, меня отмораживает он себе внутри органы, когда идет в туалет, или меня отмораживает. Это второй план. Главное – выглядеть. Ну, что это? Это явный признак созависимости. Такие люди знают, какие должны быть эмоции вот в этой ситуации. Да. Они сами их не чувствуют, но они знают, что нужно сделать, чтобы показать. Ребята, я с вами. Они знают, что нужно чувствовать. Вот такие люди, когда нужно, плачут. А когда нужно, смеются. Понимаете? Они знают, как должно быть. И пытаются делать все, как должно быть. Понимаете? То есть, вот когда вот это вот посмотреть, вообще, когда человек акцентируется только на внешнее, свое внутреннее все угоняя, вообще вглупе или в сторону. А потому что они разные в ситуации, где твое внутреннее никому не надо. Папа-то смотрит куда? А мама? На папу. И все. Все, все свои проблемы, это твои проблемы. Это все, помните, помеха. Нам главное в нашей семье, это чтобы папа не пил. А уж там какие у тебя проблемы, да ладно. Нравится это сравниться с нашими общесемейными, да? Ну, теперь давайте вот смотреть. Вот такие люди попадаются у нас. Вот они переходят к нам на группу. Что с ними делать? Кому легче помочь, да? Да. Как помочь? Понимаете, с разными должна быть своя тактика. Вот давайте начнем с героя. Вот с этого Миша. А если вы, например, задаете вопрос, кто на следующий в группу нам купит чай? Как вы думаете, кто поднимет руку? Миша, Миша. Давайте, дорогие, пожалуйста, друзья, расставим столы. Кто расставит у нас сейчас столы? Кто поднимет руку? Миша, Миша. Кто будет отвечать за то, чтобы собирать деньги на то, чтобы покупать печенье? Миша. И вот ваша самая большая ошибка будет, если вы скажете, ну, давай, Миша, делай. Вот Миша этого. Не поручайте. Вообще никаких поручений. Вот Миша в вашей группе будет получать поздравление, если вы ему вообще ничего поручать не будете. Глобальнее. Вот пусть он помогает другим. Но будете просто показывать, что вы его любите, просто потому, что он есть. Он был на вторых ролях, да? Да. Миша пришел, скажет, слушай, ты как сегодня классно выглядишь, слушай, галстук такой классный. Или просто Миша пришел, слушай, ну, я тебя так люблю, Миша. Молодец. Классно. Чего молодец? Да просто. Просто? Просто, знаешь, вот тебя видел, думаю, вообще, молодец мужчина. А что ты хочешь? Присус. Просто саму присут. Просто потому, что он есть. Но не ставьте никогда его на лидирующие посты. Потому что если вы это делаете, вы в нем поощряете героя. Что любовь надо зарабатывать. Потому что он всю жизнь рос в чем? Зарабатывание. В вашей поступке, и ты вырастешь на больную. Вот это будет ваша лучшая самая помощь этому Миша. А кому поручать ответственные поступки для того, чтобы... Ане. Гене. Ане. Гене. Лилечке. Потому что Лилечка, что сами... Она же безответственная. Ее нужно учить этому. А-а-а. Лилечке. И вот этой Лилечке как раз... Вот она пусть, понимаете... Да, она может купить просроченные печенья. Может быть, она расставит столы ненужным образом. Ну, пусть она это делает. Иногда нужно рискнуть. И, конечно, за это поощрять. Да. Хвалить, благодарить. Да. Но вот лидером всей компании очень хорошо кого поставить? Всей вот этой вот бригады, группы. Кто лучше справится с всех? Гену, наверное. А? Гену, наверное. Нет, Аннушку. Аннушку. Правильно. Вот помните, был такой сериал «Кадеты». Там был этот сын мэра, такой Аболтус, который... Угонял троллейбусы, был вообще в жуткой компании. Курил там, пил девчонки. И вот его отдали в кадетский корпус. И там возникли проблемы. И вот мудрый был там воспитатель этот майор. Он говорит, так, назначаю самым главным здесь вот. И назначает его. Сержантом? Сержантом. Будешь вице-сержантом. Ему говорят, да ты что? Ты самого оболтуса забрал. Да он же вообще, он же разгильдяй. Он отрицательный герой. Он будет. Вы знаете, лучше всех справился с ролью вот этого сержанта. Это вот этот антигерой. Вы знаете, вот эти казны отпущения, вот эти самые Аннушки. Они пойдут в подвалы доставать наркоманов. Им только поручитель. Они будут выполнять самую грязную работу. Вы хотите, чтобы кормили бомжей, чтобы что-то для них организовали? Пускай он организует. Он лучше всех это сделает. Это Аннушка, она пойдет, и она это будет делать. Она с этим, она будет, вот, может быть, знаете, вот Миша не подойдет к пахнущему неприятно, да, этому человеку без определенного места жительства. Аннушка подойдет, Аннушка его обнимет. Аннушка, она для него и сделает. И, понимаете, и своим вот этим вот энтузиазмом она заразит всех остальных. Почему? Вот эти козлы отпущения, а потому что, понимаете, вот… Они росли в том, что нужно действовать. Но в данном случае ее действия надо направить, в принципе… То есть нужно ее действия направлены на… На созидание. То есть нужно ее действия направить на созидание. Она уже 10-го. Она может быть лидером. Она умеет привлекать к себе внимание. Она это научилась. Теперь нужно это направить в нужное русло. Как только вы направите это в нужное русло, и она тогда начнет себя чувствовать любимой, что все ее действия теперь направлены на созидание, на конструктивность, и она сама начнет в этом созидаться. То есть вот эти вещи тоже, понимаете, то есть нужно… Вот понимаете, Миша этого не надо поручать. Пусть Миша помогает Аннушке. Из Миши будет хороший, знаете, такой исполнительный директор или директор. Но вот действующим человеком будет Аннушка. Понятно, да? Ну и самый сложный… Самый сложный человек в реабилитации. Гена. Гена, это самый сложный. Потому что он будет сидеть и молча вас слушать. Одно занятие, вторую встречу, третью, пятую. До тех пор пока не почувствует. Это ерунда. От нас ничего не зависит. Это все какие-то психологические штучки. Вы самое главное читайте слово, там все написано. А что ж так у несчастной? Ну а что я могу сделать? С нашим правительством, в нашем государстве, с таким окружением. Он знает правильные ответы, но он сидит в своем иллюзорном месте. Он сидит в своем мире, и вы знаете… Здесь самое главное, да, добиться, чтобы он начал вам верить, доверять. Терпение нужно. Нужно терпение. На пятой, на седьмой или на десятой встрече он пойдет и скажет, знаешь, мне есть о чем с тобой поговорить. Ты можешь мне уделить там две минуты? Если вы ему скажете, знаешь, у меня сейчас времени нет, ну совершенно. Он больше никогда не подойдет. Он больше вообще никогда не подойдет. То есть вот здесь вот с этим человеком надо быть особенно вот внимательным, потому что как только он будет готов открыть свой собственный мир, вот вам надо тут же к туда войти. Потому что потом он может уже не открыть. И помочь, что вам можно сказать ему, что вам можно доверять. Если он что-то рассказал, то не выносится на всеобщее обсуждение. И как только он внутренний мир открыл для вас, и вы туда вошли, вы знаете, все. Вот тогда... Этот цветок расцветет. Вы знаете, и тогда вы сами удивитесь. Там столько потенциала. Вот вы сами удивитесь, сколько потенциала будет в этом гении. Он потому что весь не растраченный. Он весь потенциал. Вот он в себе держал. Хранил, хранил, держал, держал. Теперь есть возможность его отдать. Вот так вот, знаете, сказка про Емель, вспомните. Сидел Емель на печи, и все над ним смеялись, брать над ним смеялись. Емель дурак, Емель дурак, Ельгеревус этой печи. А он тот самый потерянный в какой-то причине вот сидел на своей печи. Но смотрите, но потом в какой-то момент... Только он в нужное время оказался в нужном месте. А потому что он щуке поверил. Вот щуку, он щуку впустил в свой внутренний мир. И смотрите, как в его жизни расцвела. Весь потенциал внутренний Емеля пустил в свою жизнь. И смотрите, только он изобрел эти ходячие сани, ходячую печь. Женился на дочке царя, да, стал правителем. А вот этот внутренний потенциал... Раскрылся. Раскрылся. Вот как бы нам стать этими щуками, да? Чтобы вот в нужное время нас пустили в душу, и мы помогли человеку раскрыться. Для этого совершенно не обязательно каким-то волшебством обладать. Надо просто обладать любовью. Это самое большое чудодейственное средство вообще на земле, любой. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Вот что касается этих детишек, да? Вопрос. У меня просто вопрос немножко конкретный. Вот человек, он ее знакомый, зовут Володя. Вот он ходит в старом спортивном костюме, да? Ездит на старой восьмеркой. Ну, это 90-е годы еще были, когда только самый рассвет, 97-98. Ездит такой закрипанный, такой забитый, малый. Ну, забитый, забитый. И как-то я к нему попал домой, там 4-комнатная квартира в нескольких уровнях, там железные бронированные двери, там спутниковые антенны, все. Ну, короче, все, все дела. Видно, что у человека есть деньги. И я говорю, Володя, а что ты на ржавой восьмерке, что ты не это самое, не... А зачем мне, говорит, светиться? Я, типа, не хочу светиться. Да. Что вот это такое? Почему вот он... Страх. Именно страх. А откуда он берется? А вот поговорите с ним. Какой с ним не вырос? Какие лимбические связи у него сформировались? Мать, вы сейчас как бы вот понимаете, что... Он говорит, я живу в своем мире, я живу, вот я дверь закрыл свою бронированную, там, я не знаю, с какой-нибудь решеток. Он закрыл свою дверь, все, я в своем мире, я что хочу, делаю. А на улице он, получается, роль играет по жизни и так дальше. Конечно. То есть он на улице выходит, когда занимается работой, общается, он играет роль. А дома он у себя... Ну, это явно потерянный ребенок, я бы сказала. Да и дома, скорее всего, он тоже играет роль. Когда закрывается за собой дверь. Только другую роль. Сам с собой, да. Получается, человек не живет, а всю жизнь играет. У него семья, есть дети. Да, семья, есть детей, правда, нет. Как жену, это устраивает, это его роль? Ну, судя по тому, сколько он зарабатывает, да. То есть устраивает не он, устраивает его деньги? Наверное, да. А вот теперь давайте вот помните, если мы дальше будем раскручивать ситуацию и посмотрим, если любит не меня, а мои деньги, мне каково? Если что? Любит не меня, а мои деньги. Вот я знаю, что этот человек стоит мне только потерять эту работу, она уйдет, к другому, к моему другу, который больше меня зарабатывает. То есть, понимаете, вот если я эту ситуацию раскручу, Вот просто так люди не живут таким образом, просто так люди не покупают курку за 1000 баксов, там другая ситуация, ты живешь, прости меня, в конуре, но зато выглядишь, а тут противоположно, это патология, что здесь, что здесь, то есть человек боится быть сам собой, боится показать, какой он есть на самом деле, боится жить, соответственно, с тем, кто он есть и какой он есть, он пытается где-то что-то передергивать. Из чего, с какого боку к нему подходить, если вот, а он готов вести разговор? Вот, вот это самый главный вопрос. Вот поэтому хорошо. Он считает себя независимым, он живет, мне такая жизнь устраивает, я в своем мире, вот так вот. Вот поэтому, знаете, замечает. Когда ко мне приходит мужчина, говорит, вот у нас там в семье проблемы, мне жена велела прийти, говорю, так, все, стоп, скажите ей, что вы у меня были, до свидания. Если жена велела прийти, разговор не получится. Не получится. Вот если, говорит, я хочу решить вместе с вами, помогите мне их увидеть, как, что, хочется, давайте разговаривать. Хочется, чтобы человек был спасен. А вот тогда, знаете, вот тогда вот нам надо здесь как-то, понимаете, сделать, помните, мы сказали, важно создать безопасную атмосферу. Во-первых, безопасная атмосфера – это что? Компетентность и, безусловная, любовь. А теперь, как мы можем ее реализовать? Можем реализовать своей личностью, например, прийти в гости к человеку, а можем реализовать ее по-другому. Например, ну, поставить такую информацию, посыл такой сделать, что, скажем, каждый четверг у меня дома чаепитие. И мы разговариваем на тему семейных отношений, в частности, отношений, там, зависимости и свободы. Ну, если увлечь. Да, чтобы люди могли прийти, и вы за чашкой чаем, в неприлежанной обстановке обсуждали бы какие-то вопросы. Не конкретно Вася, Петя, Генны, там, Маши и Лили, да, а просто общий. И постепенно эти люди будут открываться. Вот этот вариант называется, как раз то есть, группа поддержки, групповая терапия это называют, как угодно можно назвать. Но мы это называем вот именно освобождением личности, духовный рост идет. То есть, двояко, либо я безопасная гавань, и ко мне, просто лично ко мне люди идут, либо я делаю группу, либо мы делаем группу безопасной гавани. Либо идем к ним, группу, и там у них создаем безопасную гавань. То есть, как бы, понимаете, ну, создайте безопасную гавань. Как у вас это получится? Вообще, в идеале, мы считаем, церковь должна быть безопасной гавани. Это вообще в идеале. Потому что там есть все компоненты необходимые для того, чтобы таким стать. Вот в идеале так должно быть. Там есть и истинные ценности, там есть и компетентные люди, там есть и принятие безусловное людей. Вот. Как бы вот в идеале так должно быть. Спасибо, буду думать. Да. Ну, и давайте теперь смотреть. Понимаете, есть такой миф, что как только папа бросает пить, сразу все счастливы. Жизнь налаживает. Все счастливы. Ну, по поводу жены мы уже сказали, что, к сожалению, так не всегда. Да. Главная пособница теряет смысл своего существования. Но что самое интересное, и дети тоже не осчастливливаются. Это очень большая работа. Какие трудности? Во-первых, утрата мечты. Вот с этим очень тяжело свыкнуться. Свыкнуться, да. С тем, что вот пока папа пил, ты живешь, думаешь, ну вот он бросит пить, у нас появится машина, мы будем вот проводить отпуск вместе, поедем к морю. Можно будет покупать себе игрушки, там необходимые книги. Мамочка будет на меня любить больше. Да, мама будет любить, будет со мной время проводить. Вот папа перестает пить, а ничего этого-то нет еще. Это же процесс. И не меняется. Пока это появится, заработок, пока появится машина, пока мама начнет тоже излечиваться от этого. Мы с вами сказали, внутренний процесс идет полтора-два года. А представляете, когда он начнет выливаться на внешне и на формировать уже какие-то новые семейные структуры, это еще какое-то время? Может быть, два-два с половиной-три? А мечта-то утрачивается? Пять лет еще. Ну, может быть, меньше, но мы уж прям берем так. Ну, по крайней мере, это не два-три дня. Боязнь потерять вот эту мечту, почему люди опять скатываются туда? В эти роли. В эти роли. Потому что мечта была, и вдруг раз, да, папа пить бросил, или там сын перестал колоться, а ничего не изменилось. Следующий. Утрата старых правил. Старые правила ушли. Новых нет. А новых нет. А никто не объяснил, что тебе не стыдно говорить, что папа пьет. Если у тебя папа пьет, это не значит, что ты плохой. А как я теперь пойду и скажу, что у меня папа алкоголик был? Вы знаете, просто мы сталкиваемся с конкретными такими моментами, скажем, человек перестал колоться. Вот он хочет идти свидетельствовать, как вот он освободился, как ему помогли люди в церкви, как ему помогли специалисты. Ему дети не разрешают. Папа, не смей, чтобы никто не знал, что ты был наркоманом. И он ради детей молчит. То есть такие ситуации действительно достаточно частые. В принципе, я могу понять этого человека, но дети еще не вышли из утраты мечты, из утраты старых правил. Ради детей он как бы приостановил, будем так говорить, свои активные действия. Но детям-то трудно. А почему дети не решают родителям? Потому что с ними никто не работал. Папа освободился, жена освободилась. Они вместе работают. А про наркоманию молчат. Потому что детей, детьми никто не занимался. Понимаете, какая вещь? И это действительно реальность. Я не знаю, сталкивались ли с этой реальностью? Нет, мы достаточно часто сейчас сталкивались. С детьми не работали, потому что никто. И в том числе и мама с папой. Они не подумали, что у детей могут быть проблемы. Утрата роли взрослого человека. Ведь такой ребенок в семье, он взрослым человеком был, правда? Такие взрослеют очень рано. Он решал финансовые проблемы вместе с мамой. Занимался эмоциональной поддержкой для папы, для младших детей, братьев и сестренок. Это был взрослый человек. Та же самая Аннушка. Такая вся крутая, у себя в компаниях. Но она внутри, понимаешь, она крутая. Это не потому что ей хочется быть крутой. Потому что в семье, как мы вчера сказали, дурдом. А теперь в семье уже не дурдом. И можно прекратить это все, оставить. И как теперь? А сможет она прекратить вот так вот, если она всю жизнь так прожила? Вот мы про это и говорим. Что без помощи это сделать сложно. Вот мы почему сейчас эти сложности проговариваем? Чтобы с вами прекрасно помогли. Вы сами понимали, и другим донесли. То, что папа бросил пить, и мама перестала быть созависимой. Само по себе у детей не решается. С детьми тоже надо работать. Папа бросает пить, работаем с мамой. Или наоборот, работаем с мамой, чтобы помочь папе бросить пить. Но одновременно-то надо работать и с детьми. Нет, просто я имею в виду вопрос в том плане, что вообще по жизни она сможет? Вообще это реально? Вы знаете, вот мы сколько встречали руководителей репцентров, вот если бывшие это наркоманы, бывшие алкоголики, как правило, это казна отпущения. Как правило? Вот начинаешь с ними разговаривать, так, да, ребят, а там какой ролик ролик взял отпущение? Значит, когда вот, понимаете, появляется человек, который помогает этим казнам отпущения в нужное русло себя перенаправить, фууу, а какие лидеры вырастают. Это вообще. Их никто вообще не сформировал. Они будут свое дело делать. Ну и последнее, это роль, утрата роли эмоционального партнера. Потому что с ними советовались, им изливали эмоции. Такая мама приходила и плакалась. Да что же это такое, да когда же это кончится, хоть ты у меня поддержка, или там наоборот. И ты туда же, да? Расскажи хоть анекдот, да. Или расскажи, хочешь чем-то поддержи меня как-то. Давай я тебя пожалею. А тут все, теперь мама с папой сами решают свои проблемы. Мама с папой сами решают взрослые вопросы. И же не нужно быть эмоциональным партнером, нужно свои эмоции просто говорить, просто выражать. А детей там не научили. И не нужно играть роль. Вот поэтому замечательно, что сейчас вот вместе с группой АА анонимых лакоголиков есть группа Аланон. Это вот как раз Аланон, это как раз для созависимых, для созависимых жен и для созависимых детей. Аланон? Да. А как он? Ну я даже не знаю, честно говоря, они не задумывались над расшифровкой, но понимали, только они так называются. Это вот именно группой для семей, для членов семей, чтобы их вывести вот из этих ролей, порочных ролей, которые они играют. Помочь. А, знаете, а помощь та же самая. Вот помощь та же самая, что мы с вами говорили по аспектам профилактики зависимости. Помните, что должно быть на группе? Опять, неважно, какую вы возьмете программу. На первых, это открытость. На группе открытость. Для этих же самых детишек, для тех же самых жен. Должна быть верность своим обязательствам. Подотчетность. Да, верность людям. Подотчетность. И значимое участие в жизни общества. И чтобы каждый из них, в конце концов, задал себе вопрос. А лично я чем могу помочь таким же людям, каким я был? Вот, понимаете, все. То есть цели те же самые. Ну и вот для таких людей очень хорошо может помочь, знаете, такой вот, в принципе, в любой зависимости. Зависимости или со-зависимости, неважно. Вот когда мы говорим о таких, с такими людьми разговариваем, которые уже, допустим, прошли реабилитацию, начинают работать. И говорят, ну а как вот помочь, чтобы не было этого срыва? Помните, вот эти шесть шагов срыва, да? Открою сейчас у кого есть. Рядом с собой. Посмотрите. И мы говорим, что очень хорошо, знаете, завести такую карточку. Для самого себя. Карточка эта будет заполнена с двух сторон. С одной стороны. Мы на этой карточке пишем. Знаете, как вот иногда я однажды заметил такую вещь у одного мужчины в кармане. Если вы меня нашли где-то там под забором, вот мой адрес, отвезите меня, пожалуйста, домой. Вот примерно то же самое. Если вы во мне заметили вот такое-то поведение... А человек же сам знает, как ему шаги. Если он на пятом шаге, значит... То есть, если вы за мной заметили поведение, указанное с той стороны карточки, позвоните, пожалуйста, моему духовному наставнику, моей жене, моему другу, который мне вправит мозги, и указывайте вот эти вот телефоны. А с другой стороны, он пишет. Призывки. Первая стадия срыва. Какая смена приоритетов. Как можно физически увидеть в человеке, что он сменил приоритеты. Что он себя стал по-другому как-то вести. Как это проявляется? Например. Ну, например, перестанет посещать группы. Помните? Ну да. Возникли секреты. И вы, как руководитель группы, если вам человек этот дал свою карточку, вы тут же кому звоните? Его духовному наставнику, кто-то есть. То есть, стал пропускать группы, появились какие-то секреты. Он вам дал эту карточку. Это как разрешение вмешаться, на первом шаге уже остановить его срыв. И вы звоните, вы знаете, вот тут мне Гена дал карточку свою, и он мне разрешил, прямо за своей подписью, вам звоните, если что я замечу. Вот я вот это, вот это заметила. Вам вполне жена может сказать, да нет, вы знаете, он не пришел, потому что я знаю точно, просто его в командировку угнали. Да, это просто моя вина, он меня просил позвонить. А я забыл. Все, без проблем. Ну просто я это заметил, он меня просил звонить, когда он замечает, когда я замечаю за ним такое поведение. Если нет проблем, слава Богу, если есть, обратите внимание. Второй шаг. Как физически проявляется второй шаг? Как можно заметить? Разрушение отношений, обиды. Да. Как это соблюдается у человека? Вот человек начинает реагировать. Обидчиво, обидчиво, ссориться. То есть появились конфликты, ссоры. Ссоры. Он перестает нормально реагировать на какие-то замечания в свой адрес. Вы сначала ему скажете, знаешь, ты карточку мне дал, я позвоню. Обрати внимание. Если он продолжает себя так же вести, все, это для вас разрешение позвонить. Он сам карточку дал. Ну точно так же можешь прийти и сказать, знаешь, Андрей, давай мне карточку, ты меня достал, всем звонить. Это тоже, вы можете сказать, знаешь, а это уже смотри, что ли. А это уже третий шаг находит. Чрезмерная активность. Я, конечно, отдаю тебе. Да, ну раз ты забираешь, я не могу действовать, я не буду насильником. Я отдаю. Конечно, я теперь звонить не буду, у меня теперь телефонов не остается. Но я хочу, чтобы ты знал, как только ты хочешь опять вернуться на путь выздоровления, я готов помочь тебе. Мы готовы тебя ждать. Без обид. Потому что если мы обижаемся, чем мы? Тогда нам тоже карточки оттамкают. Вообще в идеале, в идеале вот такие карточки должны быть у каждого из нас. То есть вот именно как физически проявляться, то есть как можно наглядно увидеть, что человек попал на эту стадию. Не просто там слишком большая выработка там нейрохимических веществ. Это не увидишь у человека, правда? А в поведении? А вот в поведении стал обидчивым. Стал изолировать себя от всех людей. Телефонную трубку не берет. Я знаю, что он дома на трубку не берет. Стоп. Это уже пятая стадия. Привет, ребята. Надо звонить срочно, принимать меры. Депрессия подавляет. То есть контроль со стороны... Вот это самое подотчетное. Это подотчетность, это не контроль. Контроль – это когда кто-то это делает без нашего разрешения. Это контроль. А если мы сами подотчетны, вот это уже... Знаете, очень хорошая вещь. Ну опять, вы это можете предложить, сказать, что очень хорошо работает. Вы готовы? И раздайте карточки. То есть если человек захотел, то, пожалуйста, нет, значит... Нет. Заставить никого не получится. Он должен сам это захотеть сделать. Ну человек может захотеть, потому что я этого захотел, допустим. Может. Но вы можете сказать, ну ты в любой момент можешь мне эту карточку забрать. Если вы раз позвонили, два позвонили, три посмотрели, смотри, он у вас волком смотрит. Чего волком смотришь? Пойдем, звоните. Ну ты же мне сам карточку делал. Да это потому, что у меня заставили на карточку. То есть человек должен чувствовать себя свободно. Понимаете? Что вы не для того, чтобы его сделать зависимым от себя. Позволить ему самому принять решение, получается. Отдать эту карточку. Ну вот то, что мы вчера, помните, с вами говорили. Если себе захотелось выпить, позвони мне, я найду способ ставить тебе мастер. Любить не могу. Ну и ближайшему другу, который действительно мне не просто как-то объяснит это все, а так вправит. Да. Ну в общем, это два-три человека. Да, вот хорошо бы тебе карточки было. Вот. Ну как бы с этим понятно, да? Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok